Hi, my students. Сегодняшняя мне очередная лекция будет посвящена замечательному человеку, который являлся моим наставником в период работы на Кафе. Он вот ему в описании в духовную работу. Это мой руководитель по дипломной работе Меседов Георгий Иванович. Доктор технических флук, профессор, знатка федора и муниверситета в рядахударственной премии. В свое время, в 67-м году, по дому руководству, я защитил дипломную работу. Вот она так называлась, эта дипломная работа. Исследование фазозначателей работающих сигналов несложных реализаций. Но защитил я его. Поценка отличная. Вот мой вообще список всех оценок на протяжении всего обучения. Как видите, все отлично. Только хорошо по истории КПСС. Остальные все отличия. Вот таким образом. Работа была, конечно, поставлена для меня сложная она была. Хочется сказать о предыстории этого вопроса. В период войны и после войны был такой член Крисподин Крафмерский. Который малоизвестен, но вы его очень весомые были по динамике в распространении радиозанта. Это Крисподин Крафмерский. Вот, собственно, это отец, научный, как говорится, отец моего руководителя, Геннадия Ивановича Ресилова, который вдохновил его на дальнейшую работу. Его работы явились толчком. Работа Геннадия Ивановича, полярка Геннадия. В чем заключался смысл работы Крафмерского? В свое время он занимался дальним распространением радиозанта. И писал книгу в войну. Это в 1944 году, к нему выше. Великое отечественное время называлось. Она применение метода нормальных ломб к дальнему распространению радиозанта. И в дальнейшем он также занимался нормальными ломбами, но применительно к ломбоводам. И также написал книгу. Смемение метода нормальных ломб применительно к ломбоводам. В чем суть этого метода? В том, что в пространстве определенные метрики, но в случае дальнего распространения, это метрика хирургического пространства, сфероидов, геоидов, могут распространяться только определенные типы волн, имеют распространение. Остальные затухали. В определенной частоте. Вот эти нормальные волны имеют определенную, совершенно определенную структуру и совершенно определенные коэффициенты по состоянию затухания. Дисперсии затухания. Также в применительных ломбоводах, направляющих системы, начиная хоть от двухпроводных линейков, цельного кабеля или дрампных ломбоводов, прямоугольного, квадратного сечения, круглосу, электричество и так далее. Все они имеют дискретный спектр собственных функций, собственных картин распределения поля электричества магнитного в поперечном и продольном сечении 1-го. Вот такими вопросами занималась красночка. Что касается Геннадия Ивановича, он родился в 1935 году. И в период войны он учился. И после войны, в 1953 году, он поступил в ломботуру, который, конечно, окончил отлично в 1958 году. Отмечался он очень большой творческой способностью, работоспособностью, дисциплиной, пунктуальностью и аккуратностью. Был спортсменом, занимался плаванием. В 1963 году он защитил кандидатскую диссертацию. Кандидатская диссертация, согласно тому, что я сказал, заключалась в следующем. В расчете вот такой волноводной системы, которая состояла из круглого волновода и в середине стоял биоэлектрический стены. Другой биоэлектрической прониктальности, нежели вокруг уровня. То есть фактически это двухслойный металлогиоэлектрический волновод. Ну, известно, что просто круглый волновод, он хорошо известен, и там все эти собственные функции и собственные значения определяются календрическими функциями первого и второго рода. И они хорошо описываются характеристическим уравнением, где самые цепцентры распространения определяются как корни уравнения, если приравнять функцию без или к нулю. Так вот. И из этого равенства определяется очень легко. Корни характеристического уравнения определяют собственную уравнение. То есть получается типа аналогия такая хорошая с электронными облаками. То есть что здесь, что в волноводах, что в электронных облаках состояние системы определяется определенными манты ими числами. В данном случае тоже волновыми числами определяются. Эти волновые числа строго определяют структуру самого пола. Структура это различная для различного набора этих числ, поперечных оправдой. Так вот, когда вот что он рассмотрел в своей диссертации вот эту задачу, которая кажется сейчас простой, но известно, что раньше не было невычесательной техники соответствующей невычесательной машины, все рассчитывали только с помощью таблиц, функций, амограмм, агритмической линейки и агритмометр. Вот что было тогда в распоряжении научной работы из расчетной части. И следует отметить, что Геннадий Ванчер стремится не в получении собственно численного результата, который, в общем-то, просто можно получить, но стремится строго решить задачу, то есть получить те формулы, которые имеют массовые соратки, в конкретном вычислении, и являются так называемые математические модели этой задачи, что позволяет, не проводя экспериментов, оптимизировать и выбирать определенные параметры, структуру полей, назначать числа, и самое главное в тот момент стояло в таких системах обеспечить малое затухание и эффективное управление фазом. Я здесь не отметил, что эта диэлектрическая вставка по оси кругового волновода могла иметь сафиритовая вставка, которая управлялась внешним полем. Вокруг волновода называлась обмотка, где создавалось продольное или азиментальное поле вагнитное. Это отметит здесь работа юргенцона, которая посвящена именно таким позавращателем, которые с целительной вкладочкой в круговом обмотке. Применение, конечно, здесь, поскольку у него была общая методика и параметры эти довольно-таки были в больших пределах изменялись, что она применила была ко многим практическими задачами. Это из задачи, касающиеся антенны, передачи энергии от генераторов магнетрона к облучателю зеркальной антенны, поворотной, обеспечивающей вращение. Это также относится к энергетике больших точностей, где вместо этого георгипетического вкладыша рассматривалась пучок плазмеров, который там воровался в этой цилиндрической системе координат, распространялся либо потом в токомате, либо в другой прямолинейной системе скорей. Также относятся к электронным приборам. Здесь все такие как электронные приборы, как лампы, ведущие, обратные волны и также управление частотой магнитрона с также слостью позировкой изменения фазы. Кроме того, сам по себе круглый волновод, он является длинной передачей, с точки длинной связи, требовалась оптимизация и получение малого затухания. Тогда затухания были огромные на километр, погонные. А сейчас мы вот наблюдаем эту световодию. У нас интернет весь на световодах. Теория вся была закладывалась в интернет. Еще в 70-е годы. В процессе написания диссертации Геннадий Вальзе рекомендовал себя как очень скрупулезный, добросовестный и человек, который работает в коллективе. Кроме того, грамотный специалист. Поэтому ему было поручено написание статей в Большую Советскую эксплуатацию. Четвертую, по-моему, изданную. Там есть статья, написанная им, посвященная, по-моему, микросхематике. Далее. Вот такой, с этого он начал свою работу. И далее он рассматривал очень большое количество задач прикладных электрограммологических которые касались непосредственно тех научных субтитров работ, которые была капитана. Ну, из этих задач наиболее такую фундаментальную, которая мне запомнила, хотя их там много является вот такая задача. Это сопряжение круглого и прямоугольного волновода. Поскольку вот первый круглый волновод он решал методом частичных областей и методом собственно функции этих частичных областей, которые собственные функции он выбирал как функции свободного пространства для данной методы с параметром вот этой среды и применение значит если она центральная область первого рода функции цилиндрической если была кольцевая область то здесь было два набора функций это первого рода и второго рода функций если было свободное пространство безграничное вне этой цилиндрической системы то там функции тельмены и так далее и так далее другие которые затухали бесконечности имели сходили бесконечности а здесь вот применительно к этой задаче здесь он рассмотрел мне кажется что один из первых он рассмотрел задачу межкоординатного так называемого сшивания где собственные функции прямоугольного волновода и круглого волновода сшивались по вот этой специфической области здесь вот совместно с Николаем Ивановичем Платоном они эту задачу решили и получили определенные результаты то есть математическую модель которая позволяла осуществлять выбор оптимизации этого соединения которое было очень актуально с точки зрения электронных приборов и также антенны я здесь приложение многочисленное не буду перехода этого в бутыл специалисты это знают вы это знаете которые прослушали специальные дисциплины по этому вопросу вот межкоординатные сшивания здесь они рядами пользуются и эти ряды сшивали по двум подзактостям по цилиндрической и по прямоугольной тем самым уменьшая количество неизвестных коэффициентов двора получили замкну исходящееся хорошо решение и получили механизм для расчета структуры полей вот такой системы как полейки по аши и по дне далее следует отметить что он решал еще и такие задачи прикладного характера которые характерны для электроники это вот волновод длинной шайбой здесь тоже очень большой расчетный материал приведен математическая модель этого вопроса в основном все то что он делал это он делал методом частичных областей когда он докторскую диссертацию защитил кстати говоря вот тоже очень интересная задача которую они с Платоновым решали Николай Ивановичем это задача эллиптического волновода здесь два электрического сечения цилиндра один другом отличается генетической проницаемостью и магнитной проницаемостью мутерного стена если отметить что и вот в этот период как раз и ваш покорный солдат писал в депутат проект по этой покраске мальчики что собственно мне пришлось сделать мне пришлось сделать вот такую задачу где было уже много частичных областей в основном случае бесконечно много и проницаемости диалетической магнитной этих областей были самые разнообразные в том числе первого и вот результат был получен в виде определителя матрицы некоторой блочной матрицы и этот вот метод назывался метод блочной матрицы я его называю сейчас ленточной специфической матрицы это определитель который и определяет это собственное комплексное число всех видов колебаний в такой срочной системе ну и также поскольку такая вот модель была бесконечным шумом свое она была моделью в принципе вообще неоднородного облога неоднородного с произвольной функцией распределения диалетических магнитных проницальностей и вот общее случение однородного вновода можно было в первом приближении под такой системой разбить на элементы где электрические магнитные проницания были примерно константы здесь вопрос заключался предупреждение этих матриц бесконечных работах бесконечными матрицами высокого порядка бесконечными матрицами и приведение их в расчетном облике получение этих обликсов корме корме этого работа вот таким образом здесь тоже принимал участие когда я столкнулся вот с этим вопросом сшиванием то мучаясь вот этими с эфициентами и с исключением проходилось получать аналитическое выражение для этих эфициентов рекуррентное соотношение и так далее то мне пришла мысль такая что а нельзя ли вообще вот такой вот сложный волновод представить в каком-то более простом виде не обращая внимания на структуру поля волновод а обращая внимание именно на распространение на изотухание и поглощение и рассматриваем отдельную гармонику рассматриваем пакет пакет то есть импульс протекающий в такой системе а когда импульс распространяется здесь уже не суть важно какая структура там поле будет имеется а важно какой на поле фронт и спад и какой на выходе фронт спад это амплитуда на выходе и соответственно фронт вот тогда у меня такая мысль я ему предложил Геннадий Иванович говорю Геннадий Иванович давайте такой ведем метод эквивалентного волновода ну в чем он отвечает я говорю мы вот эти все с вами представим соответственно определенными гемкостями индуктивностями и все у нас же есть в принципе емкость какая-то удельная индуктивность это не и вот мы представим такую сложную систему разобьема представим что пересен сечение эквивалентно сены как электрическая сена эквивалентно и тогда мы получим общую усредненную какую-то электрическую магнитную проницаемость по этому сечению и будем решать этот волновод как однородный волновод вот с такими эквивалентными фурантами он сказал что это будет мысль очень интересная надо над ним подумать но после уже наши пути разошлись и мы уже перестали этим заниматься а я в Новосибирске дальше продолжал эту работу и написал и оформил эту мысль она сейчас там в электротехническом институте лежит в работе круглые слои сезоноводы там есть моя работа и вот там эта идея изводит а потом в дальнейшем я посмотрел что эту же идею используют вот те товарищи которые работали со песном контакте Федяги Ивановичем из Нижнего Новгорода ну в частности ученики Раевской мне очень приятно было что в этот результат возрос мой вклад в это большое дело дальше я хочу сказать что Геннадий Иванович являясь в наш кафедре он написал был руководителем написания двух учебных двух учебников один учебник это по круглым металлодиоретическим волноводам вот такого сложного сечения многослойных это он совместно с Раевским сделал книгу а вторую чем в большом коллективе акторов как раз с кафедрой с кафедрой которую он руководил в московском институте электронной технике в Зеленограде эти две книги есть в интернете но я им уже дам ссылки на эти конечно работы очень важные интересные работы вот таким путем мне казалось почему потому что посчитал необходимым вот отметить в связи с тем что исполняется в этом году 25 лет до кончины Федори Ивановича он рано от нас ушел если он родился в 35-м году то в 88-м он от нас уже ушел в возрасте 53 лет и Николай Иванович Платонов его старатник так основной друг всеми меня не дружили он ушел 4 года назад поэтому и мне захотелось во-первых вспомнить этих двух товарищей очень близких мне по работе и по духу и отметить их и их направление работы то у нас сейчас это направление очень актуально его продолжает и Раевский вот в Межненом городе и так же Гуреев и не эти которые являются за Каттеры сейчас только Каттеры уходили что Геннадий Ванч и Гуреев под его руководством и стал доктор который также была посвящена применению метода частичных областей для решения сложных задач поиска резонансов в таких системах сложных как многоквартирные дома здания сооружения превозбуждение через водопроводные трубы через канализации и ощущение контроля над вот этими большими сложными зданиями перемещения там персонала вот такая была докторская диссертация в книге нам как не помнится может быть я ошибаюсь но в интернете все есть Александр берет и посмотрит я здесь тоже шел туда на некоторые его работы а вообще надо сказать что под руководством Геннадия Ивановича было выполнено очень много научных работ и он работал с такими крупными учеными как я говорю Краснушкой и Кугушев Александр Михайлович который являлся тоже в Минске в Новгороде и работал в Межгородской радиолаборатории и совместно с Минцем они строили первый комминтерн радиостанции и первый комминтерн вот такой сегодня у меня день памяти поскольку мы сегодня покоронили директора одного очень крупного догода который связан примерно с этой тематикой и под впечатлением вот этих похорон я вспомнил своих наставников как я это делаю часто вот в лекциях и в первой лекции посвященных так что давление и также лекции посвященных Иванову Николаю Ивановичу мне очень приятно вспомнить их как людей Геннадий Иванович был коммунистом вот и честнейшим человеком настоящим тоже русским учебным и который внес большой вклад на лекарь динамику надо сказать что процесс работы он даже переписывался с иностранными специалистами с английскими специалистами которые также ценили его вклад его в лекарь динамике я вам тоже желаю чтобы вы рассматривали свои с тем тех преподавателей наставников которые вас наставляют записывали бы каждое слово потому что то что они говорят вам может пригодиться в дальнейшем даже неизвестно через сколько лет так вот сейчас вот я занимаюсь нескольким вопросом и мне пригождаются те результаты те дни которые у нас были в коллективе что были на категоре МВТУ спасибо большое за внимание до свидания